всем привет с вами ванок и сегодня у меня для вас нот совсем водянистый совершенно такой вот размазанный видеоролик касающийся баналорда если вы не любите воду если вы хотите конкретики то срочно его выключать потому что ничего по сути ничего по факту никакой аналитики даже практически толковой вы здесь не видите здесь чисто мои размышления чисто подборочка тем можно даже сказать вопросов которые я сам себе задал то есть сам задал сам пошутил сам посмеялся да и вот эти самые вопросы самые темы я попытаюсь развернуть в рамках ну можно сказать уже устоявшейся ситуации в отношении баналорда в рамках того что с игрой случилось еще раз некоторые темы помусолить которые неоднократно затрагивал раньше но по факту это будет именно что подведение некоторых таких промежуточных итогов не финальных конечно же баналорд еще не закрывается еще не все потеряно с этой игрой но очевидно уже что вот основа игры устоялась что из раннего доступа игрушку уже достаточно давно вышло уже прошло порядочное времени патчи контентные тоже уже отстрелялись и баталлорд сам по себе он уже не поменяется то есть рассчитывать данном случае можем на что на моды и на какие-то платные дополнения которые разработчики но наверняка выпустят тогда может быть еще что-то случится пока что же но в принципе вот кто в эту игру наигрался кто вот ее уже рассмотрел и изучил доли поперек то наверное вряд ли он что-то новое получит ну а для новичков принципе я считаю чтобы лорд всегда является достаточно интересным проектом с которым стоит познакомиться итак давайте собственно по порядку играю ли я сейчас баналорд нет не играю и здесь на самом деле ответ банально потому что я банально уже в него наигрался сколько сотни часов я поиграл в первую часть сколько сотни часов я в арбат наиграл и в бон лорде тоже собственно не одну сотню часов я также уже провел я банально уже наигрался банально уже мне это все дело надоело и здесь уже на самом деле можно говорить чисто о субъективной ситуации потому что я в данном случае как раз из числа тех людей которые но вот являются старыми старыми фанатами и которые на самом деле мог бы как и некоторые другие фанаты сидеть и не дескать вот игру сделали плохой вот уже все не так как было раньше но я объективно понимаю на самом деле что это все уже чисто старческое когда вот вода раньше макри была воздуха свежей тому подобное а вот сейчас уже не то потому что тогда ты играл у тебя было не знаю 20 30 лет ты еще был совершенно свеж бодро теперь ты уже с какой-то там 40-летний 50-летний мужик у которого ипотека дети там уже вырыши и которых надо подымать и прочие проблемы жизни и само собой все иначе воспринимается ну ладно это отдельная тема любом случае было да сейчас не играю но это просто потому что ну действительно уже не лезет банально почему я забросил игру ну собственно частично уже ответил и ну и плюс надо отметить что конечно же все таки как ни крути контента в ней нового появляется очень мало в последнее время моды не очень-то и радует потому что ну банально не выходит что-то такое вот интересное разработчики сами уже патчи толком не выпускают и да и в общем то то что было выпущено на мой взгляд конечно же в плане серьезные изменения игры ну сламика достаточно именно в плане комплексных каких-то доработок понятное дело что конечно же патчи они сами себя не являются пустышками но и если рассматривать ситуацию в комплексе то конечно же многие как я пускай я здесь и здраво рассуждал и понимал как будет но тем не менее я тоже где-то там подсознание надеялся на то что разработчики вот прям будут дорабатывать игрушку комплексно капитально масштабно то есть прям вот каждый патч что-то прям серьезная масштабная доработка но по факту ну мы получили само собой не это а просто некоторые такие небольшие доработки которые серьезную игрушку не меняли и в итоге вот все это привело к тому что игрушка в общем то как уже сказал если ты играл до этого в mountain blade и сейчас продолжаешь она тебе очень знакома все уже по сути большинство механик опять же изъезжено и ты просто устаешь от нее но тем не менее надо сказать что иногда нахожу свежие какие-то глоткие воздух иногда все-таки могу чуть-чуть засесть поиграть в сражение какие-нибудь в мультиплеер чуть-чуть повозиться могу хотя он себя не очень хорошо чувствует ну то есть тогда захожу то есть не совсем прямо так что удалил и забыл считаю ли я субъективно был лорд плохим при всем при этом нет не считаю я считаю что вполне себе хорошая игрушка да не оправдал одежд некоторых людей опять же по причине того что слишком большие ожидания были причем зачастую неадекватные ожидали люди чуть ли не какого-то там симулятора средневековья хотя объективно турки никогда ничего такого не обещали да и в общем-то те кто более-менее здраво видят их возможности понимали что мы не могли они такое сделать не было у них возможность не было навыков кишка танка сделать было прямо такую монструозную игрушку да и тем более на самом деле в рамках того как армаган эту игру переделывал то есть если бы он изначально вот за эти многие года разработки взял и начался с от едой пилить то возможно что-то прям такое-то в рамках наращения скелета и получил за потому что готовый движок готова игра и просто берешь и на нее нанизываешь новые элементы но игрушку несколько раз переделывали и в итоге банально уже не успели нарастить нужное количество именно тот самого контента получили в итоге да неплохой движок да интересную концепцию и как песочница эта игрушка в принципе неплохо себя показывать но вот именно с точки зрения каких-то глубоких внедрений в игру то конечно же здесь есть за что цепиться но это в общем-то все детали по факту именно что в общем плане бэдлорд очень даже неплохая игрушка вполне себе свежая вполне себе соответствующая духу времени но в рамках инди конечно же то есть и красивая умеренно графически и ездить все-таки определенные интересные решения в плане задела под моды и тому подобное поэтому бэдлорд это конечно же платформа главным образом но в рамках этой платформы и сам игропроцесс очень даже неплохо заходит особенно если нового игрока который не сделался уже в первых частях и просто сел в эту игрушку я думаю что таким людям эта игрушка очень даже зайдет и они как мы когда-то с вами вот из числа старой гвардии тоже могут погружаться в эту игру часами где-то там утром с красными глазиками приходить себя идти спать или на работу в университет там или школу идти и тому подобное ну то есть есть потенциал от игры все также захватывать дух но просто опять же все зависит от того какой у тебя предыдущий опыт в этой игре считали ли я игру провалом с точки зрения именно коммерческого успеха ну и в принципе определенных моментов здесь я могу сказать так и нет и да синглплеер в принципе определенно зашел многим людям видно что вполне себе есть потенциал для развития в плане платных дополнений эти дополнения будут покупать примере хотя бы одно можно вполне себе сделать и вполне себе будет финансово коммерческая отдача от этого ну и плюс опять же эту игру многие купили на старте то есть достаточно хорошие продажи у нее были то есть когда у тебя такие хорошие продажи говорить о коммерческом провале конечно несколько стран новато ну а то что сейчас именно онлайн этой игры снизился причем вот момент записи данного видеоролика я отмечаю самую самую низкую играбельность данной игры за весь период ее существования хотя при этом пришло у нас эти игры уже четыре года за думать секундочку четыре года с момента запуска раннего доступа уже эта игра достаточно не новая и за эти четыре года в принципе игрушка была ну скажем так не заброшена полностью игроками и хотя снизился действительно сильно онлайн но я думаю что он может еще воспрянуть и опять же какое дополнение выйдет и он подымется ну и плюс даже при таком ну скажем так не очень большом онлайн и порядка 9000 человек в пике ежесуточно это но не самые маленькие цифры да конечно раньше они были больше раньше игрушка вообще в топе стима там выше середины держалась но сейчас уже конечно сдала позиции но это на самом деле явно не провал и как некоторые любят горе диски вот все ужасно все прям отвратительно варбан чуть ли не больше играет с чем был лорд и вообще в лорд это все прям говнище редкостное но это конечно же не так объективно и видно объективные хорошие отзывы стиме и даже несмотря на то что онлайн просел он сколько проседал сколько лет ушло то что люди наигрались и немножко остыли к этой игре то есть люди сейчас он говорят вот эти гадости по факту это личная обида личная просто от злоба на то что им не понравилось ли они вот как раньше не смогли получать вот эти самые крутые эмоции как я уже сказал когда-то они были молодыми а сейчас они уже старики пенсионеры брюжащие надо как-то вот свою это злобу вынести попытаться сделать вид что это объективная игрушка плохая хотя субъективно на самом деле просто им не понравилось и они вот пытаются какими-то вот этими гадостями манипулировать пытаться какие-то придумывать доводы я уже таких просто неоднократно на форуме встречал есть такие вот люди которым надо периодически приходить рассказывать о том что вот какая игрушка плохая почему все до сих пор в нее играете какие вы гады вообще уроды и вы ничего не понимаете я только не знаю что все замечательно в этой игре просто есть такие люди я вот сейчас не пытаюсь был лорд как-то маниакально защищать в противовес зачастую людей которые недовольны их просто громче слышно а те которые все нормально они вот молча сидят играют и таких еще достаточно много поэтому говорите о провале там или каких-то недостатков ну здесь странно но вот что действительно является провалом объективным так это конечно же мультиплеер мультиплеер да срался мультиплеер сейчас объективно совершенно не популярен и здесь надо сказать что я считаю что у этого есть вина как со стороны разработчиков так ну в общем то просто форс-мажор разработчики понятное дело некоторые механики из не исправили даже испортили вот и из против механики они те же самых людей старой гвардии оттолкнули от этой игры то есть некоторые изменения в плане механик сражения в плане самого построения мультиплеера вот ведение вот этого рейтинга и тому подобное да есть здесь конечно их вина но с другой стороны надо сказать что был лорд он по сути просто уже является игроком старой школы то есть даже не игроком а учеником старой школы и это старая школа она уже вымирает в принципе в рамках мультиплеера сейчас посмотрите что является популярным именно в плане мультиплеера ну да конечно контра она всегда будет вечной но контра это отдельная история а вот именно что в числе трендов это всякие королевские битвы ну ладно это уже немножко отошло тоже уже на второй план всякие сессионочки такие-то именно в рамках получения всяких лутиков тому подобных какие-то непонятные хитрые кооперативные хорроры и прочие такие вещи которые в принципе несколько отличаются от классической схемы вот когда ты заходишь и просто сражаешься рубишься мечом без получения какого-то долговременного опыта именно в рамках этого персонажа без каких-то самых лутиков без завлечения то есть без по сути манипуляционных механик если так уж разобраться то что манипуляционных механик к счастью от турок не последовало и принципе на самом деле вот эти всякие слэшеры именно когда сражаешься на мечах они ну имеют ограниченный на самом деле потенциал посмотрите на второй чевалере посмотрите на мархау да на старте игрушки принципе были популярными но потом достаточно бодренько их онлайн начал спускаться и сейчас мархау вообще по сути мертвый чевалере два точную статистику не имеют но мне кажется там тоже все нехорошо потому что опять же люди наигрались при том что в общем то что мархау что второй чевалере они прям точно были заточены под конкретно вот эти самые мультиплеерные режимы под веселые махачи мечом и тому подобное потому что в общем то был лорд ну да тоже был отчасти заточен в рамках мультиплеер но у него скажем так больше размазанности плане геймплея то есть турки попытались сыграть в карту именно вот типа киберспорта карта не сыграла а то что было но как видите она в общем то не самое популярное направление поэтому в общем то я считаю что здесь и турки виноваты но и как бы еще и такой же сложились оплёдные ситуации в рамках игровой индустрии в целом на мой по крайней мере взгляд ну и плюс надо конечно же сказать что да мультиплеер он еще и в не модов мог бы себя показать и отчасти показал какой там crpg 2 и тому подобные вещи в принципе люди в него играют отчасти но опять же видимо общая усталость людей сыграла свою роль и тоже эти моды ну не имеет такого большого ажиотажа как когда-то для варбанды имели их аналоги первой части тому подобное считаю ли я что при этом игрушка получилась хорошей да но в принципе у нас такие ткачельки идут эмоциональные да то плохого до хорошего опять же тут я не могу сказать что все в этой игре идеально то есть я говорю о том что я лично от не устал как называя причину почему не играю но конечно же я понимаю что есть у него именно в рамках геймплея проблема сейчас я сам уж с собой уже про сингл говорю эти достатки они есть во многих моментов и здесь есть и субъективные и объективные какие-то вещи потому что какие-то моменты это чисто мои хотелки не факт что другие люди разделить со мной мои пожелания какие-то но явно недостатки игры которые все отмечают и до сих пор заработки их не поправили это и баки какие-то мелкие недоработки какие-то состыковочки в рамках игрового процесса ну и просто вещь которая вот прям на плаву наверху выглядывают и можно было самим разработчикам их сделать но почему-то не сделали хотя моду в принципе как обычно закрыли моды все исправили и на самом деле разработчики очень грамотно поступили когда ввели новую систему модов то есть когда можно поставить кучу всяких мелких проектов их месяц запустить и они у тебя будет точечно геймплей изменять в летачи от первой части делать ты мог стать только один большой крупный проект который уже целиком полностью зависит от видения его разработчика и вот эти мелкие доработки они в принципе игру само собой сильно вытягивают помогают довести игру до нужного скажем так состояния но понятное дело что никто не отменяет необходимости самим разработчикам за такими вещами следить и самим вводить нужные элементы геймплея потому что как уже сказал конечно молодцы что сделали платформу хорошую но все-таки сами как игродел должны быть тоже более менее адекватными но тут опять же вступает в действие обычное понимание которое на самом деле не до всех доходит что турки это не мастера игрового процесса не какие-то там гуру игродельничество это ребят которые на самом деле сделали одну хорошую вот ровно одну хорошую когда-то игру и по сути сейчас пытаются как-то там ваять ее сиквел начали уже сваяли и пытаются его как-то развивать и да тогда действительно маутенблейд взлетел оказалось что армаган прикольную концепцию придумал которая свое время в тот момент в принципе людям зашла в том что на тот момент уже в принципе графоном она не сильно таки могла похвастаться но да зашла игра развилась команда собралась опять же из не самых топовых игроделов нет в кармане у армагана каких-то людей хотя бы там людей которые в плане геймплея шарят мирового уровня нет на все среднячки такие крепенькие а может даже немножко пониже и эти все люди конечно же не могли сделать вот именно что точечно выверенный проект они попытались некоторые изменения ввести попытались какие-то там придумать решения какие-то оказались правильные на мой взгляд то что я вот сейчас лично считаю что во многих аспектов блорд гораздо лучше варбанда но где-то они просрались и вот кстати еще один вытекающий из этого момента вернулся были я в первую часть способом лордом нет не вернулся потому что объективно мне варбанд даже уже не даже не первые маутлб это варбанд уже кажется уже сильно устаревшим способом лорда не только в плане графики хотя она конечно же влияет а во многих других аспектах в том числе допустим в плане элементов того же игропроцесс который я уже был лордик ним привык а варбанде их нет и этого не хватает хотел бы я бы чтоб какой-то иной разработчик выпустил достойного конкурента игры да конечно же конкуренция всегда хорошо и я здесь данном случае не являюсь каким-то фанбоем турок и дескать если кто-то там выпустит у турки все сольются у них день не закончится потому что все люди уйдут в другую игру и не купит даже дополнение нет как раз наоборот круто было бы если появились достойные конкуренты но их нет потому что никто толком все еще не смог сделать чего-то даже близко стоящего рядом с матом блэйдом только вот недавно начали появляться именно сингл плеерные проекты что-то похожее на матом блэйд но они все еще там где-то валяются внизу рейтинга стима все еще сырые недоработанные крайне кривой ранний доступ и говорить о том что у них есть потенциал догнать даже матом блэйд я честно говоря сомневаюсь в этом вододелы файлит активно китайцы на которых некоторые граждане возлагали большие надежды если вот сейчас китайцы вам кучу крутых проектов сделают мол вот они же мода могли делать которые лучше оригинальной игры но сделать мод лучше игры не так уж и сложно потому что у тебя уже есть базы видео оригинальной игры не однократно об этом я говорил сделать что-то лучше не сложно потому что просто берешь оригинальную игру чуть-чуть допиливаешь видя что нужно людям видя как какие-то наработки уже текущие которые ты опираешься а китайцы во многом же опирались на достаточно серьезные материалы созданные другими мододелами то есть они просто брали и отдельные моды и отдельные проекты скрипты даже модельки зачастую брали они допиливали немножко их компилировали иначе вот пожалуйста вот вам крутой мод да но сделать мод это одно сделать крутую игру нет и поэтому китайцы сейчас опять же толком что-то рядом стоящий с mountain blade сделать не могут у них какие там получаются мифы empire и тому подобное но это все совершенно другое дуле модификации конечно же жду и моды это круто но с водами сейчас проблемы потому что их не так много сейчас в разработке хотя на самом деле есть много интересных наработок проектов просто но вот как бы несколько сейчас затишье такое наблюдается по вархаммеру мод кстати забыл как называется world the old world по моему тип такого тоже несколько потупливает в плане новых изменений обновлений ну и другие проекты хотя есть разработка и ведется изменение дополнение поэтому в принципе мода не забыта мода не потеряна я вот сейчас сижу жду когда же что-то интересное какое-то прям масштабно выйдет либо новый мод либо обновление для существующего уже и тогда может быть опять же засяду в игру делать ли моды хуже чем для первой части тут вопрос на самом деле субъективный точнее даже не субъективный такой вот вариативный потому что с одной стороны да конечно модов в разработке меньше чем было сделано для варбанда но варбанда сколько лет было ну и на первой части тоже тем более еще больше 10 на самом деле кумулятивно накапливались ноги элементы ноги наработки и поздние авторы они конечно же имели больше потенциал то что уже опирались на ранее существующие работы во многих аспектов и те же скрипты уже были готовы многие ну и плюсы моды для баллорда они технически гораздо сложнее в плане разработки 10 гораздо более серьезные требования уже и качество моделей качество проработки карты и в плане каких-то отдельных аспектов связанных сам проработки геймплея потому что опять же здесь многие элементы в плане модов если что делаешь крупную модификацию надо именно что код прописывать под конкретную вселенную чего кстати говоря опять же не хватало для некоторых модов для варбанда где-то просто перекрашенные текстурки а других аспектов просто уже имелись готовые скрипты которые нужно было просто в нужном место ставить и типа получалось подобие какого-то вот этого самого воссоздания нужно вселенной здесь же ты каждый для каждого моды пока что же нужно писать и самые скрипты заново с нуля самому кодить сидеть и придумать какие-то изменения это тоже опять же сложнее ну наконец жду ли я анонс первого дополнения конечно же жду жду но честно говоря не надеюсь что капитально все исправит все изменит и вот прям с ног на голову перевернет опять же не нужно питать люл ложных иллюзий дополнение да конечно же она могут чего может ввести вплоть до допустим вещей которые когда-то обсуждала что это появится морские путешествия битвы и тому подобным ожидать этого можно конечно и какие-то изменения можно ожидать но продумать что сейчас турки опять вот воспрянут духом и ты полетишь в эту игру играть шашкой маша как когда-то там давно и опять и на 1000 часов в этой игре застрянешь но вот пока что нужно немножко так вот избавить свои амбиции избавить свои какие-то завышенные ожидания и аккуратненько ждать потому что иначе опять же получится как у многих получилось заранее себя что-то там напридумывал размышлял а потом разочаровался даже не в рамках существующей игры в рамках того что не сбылись твои вот эти самые мечты в том что армаган нам выдал как так ну ладно и так затянул видеоролик надо было немножечко вас развлечь видео по манта блейд потому что и не часто выходят видеоролики но я уже назвал битвы причину почему так происходит и мода не выходит и я немножко от этой игры подустал но летний период он всегда период затишье так что желаю вам хорошего летом наслаждаться и идите там гуляйте в отпуске на каникулы развлекайтесь а игры как-нибудь там подождут а там может быть уже к концу года мы получим какое-то дополнение для баннлорда который будем обсуждать у нас с вами был ванок спасибо за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи